Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, учина Сергия, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 1 июля. Память преподобного Отца нашего Петра. Преподобный Петр родился и был воспитан в Константинополе. Он происходил от славных и богатых родителей. Отец его по имени Константин был патрицей и занимал должность полководца. С юности усердно занимаясь науками, Петр в особенности хорошо изучил философию, а также и все светские науки. Достигнувши затем мужеского возраста, он вступил в брак, и после кончины своего отца унаследовал его почетный патрицианский сан. Он был назначен патрицией в царство неблагочестивой царицы Ирины и сына ее Константина. 780-797 год. И мать Ирина царствовала с 797 по 802 год. Когда же на императорский престол вступил Никифор в 802-811 годы и у греков началась война с болгарами, тогда Петр был назначен императором, главным начальником над всеми полками и отправился с воинами против болгар. Во время происходившей затем Великой войны сначала греки победили болгар, а затем, по Божьей попущению, болгары, оправившись от понесенного поражения, жестоко разбили греков и умертвили самого императора Никифора. В это самое время был захватен болгарами и блаженный Петр с 50-ю греческими князьями и, приговоренный к мучениям и смерти, содержался в темнице. И вот, когда он усердно молился Богу о своем избавлении, среди ночи явился ему святой Иоанн Богослов, возбежавший на персах Христовых, освободил его из заключения и привел в Рим. С того времени Петр посвятил всего себя на служение Богу. Убедившись в ничтожестве всего земного, он удалился в Олимпийскую гору, принял здесь ангельский образ, он подвижался вместе с Иоанницием Великим. Преуспевая во всякой добродетели. Поживший же здесь 34 года, Петр, после того, как уже умерла его супруга и сын, прибыл в Константинополь. Здесь он прежде всего некоторое время прожил приустроенной им церкви, именовавшейся Евандрийской. Затем, удалившись в уединенное безмолвное место, устроил себе небольшую келью, в которой и прожил 8 лет, нося колючую власиницу и во все годы постнической жизни не обувая ног. Он страшно истощил себя постом, бдением и прочими иноческими подвигами. Подвязаясь так добродетельно и богоугодно, Святой Петр почил о Господе и был сопричислен к лику преподобных, прославляющих Отца и Сына и Святого Духа вовеки. Аминь. Кончина Святого Петра последовала около 865 года. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.